После того, как в Белгороднестровском городском совете закончилось заседание исполнительного комитета, мэр города попросила остаться представителей средств массовой информации и сообщила о том, что готова дать разъяснение на некоторые вопросы, которые обсуждаются в социальных сетях горожанами. В первую очередь Алла Гинок прокомментировала проект бюджета развития города. Капитальный ремонт системы опалывания, школы номер 7. Всего лишь 10 тысяч гривен. Это заложено для разработки проекта. Поскольку деньги у нас будут из областного бюджета, и вопрос этот нужно решать было еще вчера, это мягко говоря. Капитальный ремонт санузлов школы номер 11, это то же самое. Мы просим деньги из областного бюджета, там была немножко у них неправильная информация, они выделили на четвертую школу, опискам можно сказать, но это все исправимо. То есть тоже школа номер 11 нуждается в ремонте санузлов и даже объяснять, наверное, это не нужно. Там не только санузлы заложены, там заложен ремонт кровли. И я думаю, что будут еще заложены на эту школу деньги, для того, чтобы все-таки мы сегодня поднимали вопрос по поводу ремонта помещения, там где должен был находиться бассейн. Все об этом говорили, и так ничего и не делается. Крыша уже, кровля сделана, а внутренние работы не проведены. Я думаю, в этом году мы это сделаем. Значит, капитальный ремонт санузлов школа номер 5, санузел на улице, даже не обсуждается, и говорить об этом, я считаю, не стоит, родители все прекрасно понимают, о чем идет речь. Капитальный ремонт санузлов школа номер 4, ну он не на улице, но то, что есть внутри, вообще сложно назвать санузлом вообще. Также Алла Федоровна рассказала, что в детском саду номер 3 планируют сделать косметический ремонт в одном из помещений, в котором в дальнейшем откроют новую группу, и разъяснила о средствах, которые выделяют на некоторые коммунальные предприятия. Водоканал 600 тысяч – это на аварийные работы запланированные, они не могут быть запланированы, не запланированы, завтра трубу прорвет, и нам не будет возможности привести ее в порядок. Пока что речь только идет об этом, то есть на аварийные работы. И то же самое по ЖЭУ, это аварийные работы, эти суммы необходимо закладывать, 300 там. Освещение – это первая начальная цифра, 300 тысяч. Конечно, она будет другой в дальнейшем. В ходе пресс-конференции Алла Гинак отметила, что бюджет развития будут еще не раз пересматривать и вносить коррективы. Городоначальница не забыла рассказать и о проблемах медиков. Как она сказала, депутатский корпус читает, что на медицину надо обязательно давать деньги. Тем более, сегодня идет реорганизация на первую и вторую медицину. Это остро стоит вопрос по поводу перевода определенных. Получается, медицинские учреждения будут, район с городом объединяется, и мы это делаем буквально за январь месяц. Уже я им дала задание в срочном порядке подготовить все документы. Это не говорит о том, что людей будут массово сокращать. Ни в коем случае. То есть, сейчас практически штат сохранен. Уже в процессе будет видно, есть занятость полная этих людей или нет. И тогда уже после этого, через два месяца работы, уже будет решать вопрос. Загрузка, насколько они загружены. Нельзя говорить о том, что эта реформа приведет к тому, что массово сокращаются люди. Речь идет не о людях, а о тех помещениях и зданиях, которые использовались недолжным образом. Такое решение городской голова приняла после поездки по некоторым медицинским учреждениям района. Я ездила в район, в Шаба, смотрела эти роддом, понимаете, в котором, гинекологию, в которой находится один человек, понимаете, или роддом, в котором никого нет. Один месяц, два месяца, там может никого не будет. Понятно, что содержание, деньги выделяются на содержание данных помещений, они не используются по назначению. Вот на сегодняшний день стоит вопрос о том, что, допустим, роддом мы планируем там сделать вместе с районом, общий есть проект, обсуждается дом престарелых, например. И я считаю, что там и гинекология, и роддом, там два корпуса недалеко друг от друга находящиеся. Сегодня мы ведем переговоры с районом, и они поддерживают эту идею. Алла Гинок не упустила возможности прокомментировать и записи в социальных сетях по поводу городской елки. Со слов мэра стало известно, что деньги из городского бюджета никогда не выделяли. Должны были быть запланированы деньги на проведение данного мероприятия. И на украшение елки в том числе. Поскольку эти деньги никогда не планируются, я так понимаю, что эти шарики и мячики все время покупаются за счет средств благотворителей. Поэтому они нигде не числятся, их нет. Мы пришли, ничего нет. Пришлось где-то искать опять деньги, опять у кого-то что-то просить. И вот чем смогли, тем и украсили. То есть так не должно быть. Это все должно быть, инвентаризация должна быть проведена. Правильно, за бюджетные деньги, если куплено, то оно будет лежать и будет числиться. А так его ничего нет. Градоначальница пообещала, что в следующем году она сделает городскую елку незабываемой. Но этого придется ждать окерманцам целый год. А пока что довольствуемся тем, что есть. Елена Малаиван, Андрей Романовский, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ.